Добрый день, уважаемые зрители! С вами доктор Константин. Сегодня у нас поносы из-за воспаления органа толстой кишки. Чем может помочь нам восточная медицина и как она рассматривает это заболевание? И давайте потихонечку начнем с западной медицины, потому что мы все обращаемся в больницу, поликлинику. Это всегда поносы из-за воспаления толстого кишечника. Это всегда западная медицина. Это язвенный колит. Это язвенное образование на стенках толстого кишечника. Да. Возбудителями являются всеразличные микробы. Из-за чего это проявляется? Ну, давайте скажем сразу. Переизбыток лекарственных препаратов. Препаратов, извините. Человек любит злоупотреблять лекарствами. Лечит себя, лечит, а вылечить не может. А почему? А потому что не знает корни заболевания. А лечит только симптомы, либо последствия заболевания. Понятно, да? И все. Элементарно очень просто. Но запомните, я отвлекусь здесь и скажу, что в восточной медицине тоже очень тяжело найти корень заболевания. Вы сейчас поймете, о чем я говорю. Неправильное питание может привести к поносам и к воспалениям из-за толстого кишечника. Все различные отравления, алкоголем и не только. Угарными газами, свинцами, свинцом и не то, тяжелыми металлами, радиоизлучением, облучением. Все различные. Это тоже очень сильно влияет толстый кишечник. Ну и, конечно же, что организм зашлакован. Очень много шлаков. Помните, последнее, в чем в шлаке все собираются, это в толстом кишечнике. И выводится наружу. И толстая кишка это ведает очень сильно. Если нарушена эта функция, организм зашлакован. Что нужно? Нужно прибегать к лизмам, как бы это ни звучало. И чистить свой толстый кишечник. Понятно. Тогда вы поможете своему организму освободиться от тяжелых металлов, от тяжелой ци. И помните, в организме всегда правит нашим баллом внутри здоровье легкая, тонкая энергия. Но ни в коем разе не грубая. Как только организм становится грубым и в нем царит грубая физическая энергия, все считаете у человека хронические болезни. Понятно. Не забывайте также, что толстая кишка это отражение наших нервов, нервной системы, робости. Ясно, да? Поехали дальше. Ну, это отдел, я извиняюсь, отдел желудочно-кишечного тракта. И поехали дальше. Чем она может помочь в восточной медицине? Диагностика 12 меридианов. Почему? Потому что все 12 меридианов контролируют желудочно-кишечный тракт, к которому относится орган толстых кишечников. Почки очень сильно контролируют толстую кишку. Поджелудочная железа, печень, желчный пузырь, я говорю, меридианы. В каком состоянии эти меридианы? Многие не знают. Тройной обогреватель, сердце, перекарм. Потому, диагностика 12 меридианов при длительных хронических поносах из-за воспаления толстого кишечника обязательно. И нужно привести эти меридианы в норму. Поверьте, вот недавно, буквально не недавно, а вот два месяца человек восстанавливал себя и восстановил с таким проявлением заболевания. Почему? Потому, что все меридианы у человека, извините, заражение в хлам. Слабые, нет энергии. Человек стал прогревать точки акупунктуры, мы провели диагностику, и восстановил себя буквально за неделю. Полностью восстановил ножные меридианы за два месяца. Вот еще осталось поработать с ручными меридианами, и человек полностью себя восстановит. Поэтому данная точка GI2RDIAN вам в помощь. Данная точка тонизируется. После диагностики 12 меридианов слабые меридианы тонизируются, либо прогреваются акупунктурные точки. Воспаленные меридианы, если все, расслабляются. Спасибо за внимание.